Привет, зритель! Давненько не снимала на эту камеру. На той камере у меня флешка почти заполнена. Я даже не помню, когда я его покупала. Но это заказ с аптеки Апрель. Я тогда пообещала сделать обзор заказа с аптеки Апрель. Ой, партон, это заказ не с аптеки Апрель, это заказ с аптеки просто Аптекаро. Вот заказ с аптеки Апрель, я тогда второй у меня был. Я пообещала его засамырить, но так получилось, что не получилось. А тут я специально ничего отсюда не доставала. Все как есть, так и было. Если звуки, то кошка вот она скинула у меня ватный диск со стола. На нем были кусочки помады, и она, видимо, и не понравился. Этот вкус этих кусочков помады. Видимо, изначально она думала, что это съедобно. Короче говоря, это у меня из аптеки Апрель. Тут в основе перекись, но еще кое-что по мелочи. На аптекаро можно сделать минимальный заказ с доставкой до ближайшей аптеки 200 рублей. И чтобы добить эти 200 рублей, я туда еще что-то подсобирала. У меня как бы в основе идет перекись, потому что перекись нашей аптеки стоит в два раза дороже, чем, допустим, покупать на аптекару. А в аптеке Апрель у меня как раз уже на тот момент, по-моему, закончилась. Это бонусная карта. Ну, в смысле карта-то есть, но сама это бонусная подписка, где идет какая-то скидка. Ну и аптека Апрель у нас где-то начинается, по-моему, с Барагой, где вот самая ближайшая для меня база Яндекс и Вайберс. А аптека просто Аптека.ру, а не Апрель, есть в том же здании, где Пучта, как бы недалеко. Ну и цена там была подешевле. У меня есть место. Оно вообще приходит в пакетики, но я тогда забирала в аптеке, и мне девочка сказала, что пакетик порвался, поэтому она мне положила вот в такую... Так, это что? А, это внезапная бумажка перекиси водорода. Так вот, у меня тут 7 или 8 бутылочек перекиси водорода, и они все неполноценны, потому что я периодически от них отливала в свою обычную перекись, которая вот такой леечкой в ухо удобно лить. А эти, они, ну, сейчас-то улыбаются. Вот, у меня тут бумажка. 204 рубля это было. Где-то в конце октября я это покупала, потому что вот ожидают до 2 ноября, но там, по-моему, 5 дней оно может лежать. Место одно из. Так, текоро. Тут мой номер телефона, это я не могу его показывать. Просто вот так вот покажу. Вот в таком это пакетике все было, но он порвался. Пардон. Но я, думаю, не громко кашляю, что вот как-то случайно так получилось, что кашель пошел. Уголь активированный. А вот и сам активированный уголь. Кстати, активированный уголь, мне кажется, стал таблеточки какие-то маленькие. Хотя нет, такие еще даже ничего. У меня тут просто я покупала другой немножко уголь, активированный в такой бумажечке, и там таблеточка была в 2 раза меньше, чем эта. Думаю, блин, даже на таблеточках уже экономят. На объеме это как, допустим, молоко раньше было литр, потом 950, 970, 930, 800. Или шоколадка раньше была 100 грамм, а потом вдруг 85, 76, 65. А по виду вроде все та же плитка. И так вот таблеточка. Так как чека тут нет, и мне, я не помню, мне кто выдают, чек, кто не выдают, но в этот раз его, видимо, не было, или просто изначально его нет. Я уже просто как бы редко делаю заказы в аптеку.ру, но как бы я не помню, может быть, чек как бы в этом приложении есть. Сейчас я попробую его загрузить. У меня как раз тут открыто на аптеке. Я вот думаю, что может успею я перед Новым годом заказать себе еще перекиси или нет. Ошибка авторизации, пожалуйста, попробуйте еще раз. Вот уж сказочные люди. Ну тогда я буду пробовать потом. Не судьба, значит. Ибупрофен. Я раньше его покупала еще в 2000-х, в 2010-х, в 2005-х, вот как-то там 2000-х, 2000-х. И ела в основном от зубной боли, либо от мигрени. Он же Нурофен. Нурофен это ибупрофен, только под брендом и дороже. 120 таблеток, но, возможно, тут не уже они как бы начатые. Потому что у меня что-то болело. Как-то я... Да, они уже начатые. Аж на три штучки. А потом что-то я надолго забила на этот этот таблетен. И пользовалась в основе анальгином. Ну а в гостях уже, если вдруг случалась мигрень, то мне иногда давали Нурофен, либо какую-нибудь другую таблетку. И панкреатин я его принимаю, когда, допустим, вот у меня предстоит какое-то родственное застолье, где будет, возможно, тяжелая жирная пища или еще какая-то. Хотя на застольях стараюсь не есть. Я лет 15 не ела селедку в гостях принципиально. Или, допустим, копченая такая рыба по типу селедки, там скумлия какая-нибудь. Я вот кусочек скумлии могу съесть. Это нормально. Я съем два кусочка, мне потом будет недели две сидеть на диете специальной, потому что будет пикува. И вот панкреатин. Таблетки кишечно-растворимые, покрытые пленочной оболочкой. 25 таблеток для приема внутренних. Я их открывала или еще нет. Они, кстати, похожи по виду на эбутрофен, только по вкусу немножко другие. Вот, да, их не открываю еще. Их я периодически покупаю. И в деревне их тоже дала. И вот панкреатин я заказала. Просто он, вот все, все, что можно заказать на аптеке.ру, оно немножко дешевле, чем, допустим, в любой другой аптеке просто покупать. Дальше у меня пошли. Вот такая она, эта перекись. И вот она что-то там, не знаю, 15, 13, 17 рублей стоит. А в аптеке точно такая же. Вот если просто в аптеку зайти, 25 рублей. То бишь на 100 рублей 4 пузыречка. У меня иногда за одно применение один пузыречек 100 мл уходит. Уши промыть. Я в основе ее использую. Именно что уши промыть. И вот тут такая вот дырочка, видите, в ухо ее не зальешь, неудобно. Ну, можно, конечно, попробовать, что-то в ухо попадет, что-то мимо. Но из нее удобно лить на ранку. Но я ее использую, короче, ногтем или чаще ножичком или ножницами достаю вот эту штуку. А, ну, в принципе, как бы я ее не достаю, но бывает, что вот у меня был бракованные несколько тюбиков по 25, флакончиков по 25 рублей, вот за 100 рублей 4 штуки. И у них у всех вот эта леечка, которой здесь нет, она вываливалась. Я открываю, отвинчиваю, ухо заливаю, у меня леечка в одну вылетает в сторону сама перекись, в другое частично ухо. Очень неудобно. И я меняла, в общем, этот, ну, просто доставала вот эту крышку, и та леечка, она подходила, допустим, сюда. А бывает, что вообще не подходит. Ну, и одно время я сначала как бы доставала ее, переливала, а потом поняла, что вот с этой дырочкой намного удобнее. Единственное, что с дырочкой надо, когда ты наклоняешь, то надо налить на флакончик, чтобы оно перелилось, вот как бы переливается за несколько раз. А если извлечь вот эту заглушку, то оно переливается сразу само по себе, нормально так. Вот тут от 100 миллилитров сколько осталось. Перекись водорода 3%. Я думала, может, есть на Вайтберрис литровое купить, но я поняла, что дешевле, наверное, покупать на аптеке.ру. Даже если 10 штук. Вот здесь побольше. Я буквально сегодня еще немножко отлила. Вот был какой-то флакончик, видимо, два было вот таких, где-то чуть меньше половины, и остальные вот неполноценные совсем. И вот это один из тех, которые я сегодня немножко отлила, чтобы ухо закапать. Третий флакончик. О, тоже немножко еще есть. Даже вон как я заставала, не разглядела, что тут неполные такие. Ну, что я думала, что он совсем на дне чуть-чуть. Четвертый флакончик. Пятый. Шестой. Вот здесь совсем чуть-чуть даже. И седьмой. Практически половина. В общем, вот у меня было сенсоро кончиков. И здесь я взяла два гематогена в два раза дешевле, что-то по 13 или 14 рублей, чем в аптеке. Потому я иногда их покупаю, когда вот бывают определенные дни. Когда чувствуешь, что вот просыпаешь, иногда у тебя рука белая. Хорошо, если только одна белая рука, а не менее. Ну, а не менее у меня. А если две руки или часть ноги. Вот у меня бывает, я сижу за столом, что-то делаю, и у меня может, я не знаю, как это, а не менее, ну, в общем, оно тоже санимественное, но как объяснить. Вот иногда бывает, что палец на ноге не чувствуешь. Это ладно, так бывает, это иногда. В детстве у меня так часто было, что палец там большой или там еще какой-то два-три пальца на ноге не чувствуешь. Иногда бывает, что пол ноги, вот пол стопы не чувствуешь. Иногда бывает, что вообще стопа не чувствуешь, ее встаешь и понимаешь, что у тебя нога, вот ее не чувствуешь еще. Самая жизнь бывает, что иногда по колено вот эта нога. Левая, правая, там без разницы. Ну, мне кажется, чаще левая, крайне редко, что правая, когда правая, это еще хуже, это жесть вообще. И считается, ну, что жесть, но как бы врач уже, которым я это говорил, помер года 3 или 4 назад. Короче, когда как-то вот правая, но связана с сердцем, левая связана не помню с чем, ну, по диагонали, когда, допустим, судорога, даже при эпилепсии, вот у меня-то судорога именно под ногу, и судороги изначально были еще ДТП, они как бы, вот, было вот это, что вот судорога, допустим, ну, судороги у меня были через все тело, а вот судорога под ногу у меня образовалась в 2009 году благодаря одному ублюдку, который взял меня за шик, на себя потянул, я упала, была на платформе, вот у меня из-за этого потом пошли судороги, хотя приступы сами эпилепсии 2012 года пошли, ну, суд такая, что когда на левую ногу судорога, это еще нормально, а вот когда на правую, оно по диагонали к сердцу идет, это уже очень плохо, надо там, ну, типа, отдыхать, то есть все там подобное, и вот я в такие случаи принимаю гематоген, иногда с чаем, все бывает, правда, как-то я что-то захомячила, там у меня два штучки было, по 40 грамм, и я захомячила сразу два, раз, а вот там просыпаюсь с ощущением крови во рту, вкус крови, вкус железа, ну, типа передоз, и я его имя добываю, сейчас скажу прямым текстом, на месячное принимаю, причем мне его посоветовала одна подписчица, Наташа Иванова, по-моему, она из Екатеринбурга, если не путаю, я не знаю, смотрит она меня сейчас или нет, но она еще в 16-м году, вот она мне задонатила денег на штатив, с которого я сейчас пишу на эту камеру, мой первый штатив, и вот она мне в свое время сказала, что мы с ней общались в ВКонтакте какое-то время, близко, не близко, я уж не помню, но просто вот как-то дружески общались, и она мне посоветовала гематоген, и я вот с тех времен, как бы я раньше иногда его покупала, чисто так вот, ну, просто хочется что-то такого, он более-менее самый такой натуральный, конечно, сейчас уже тут состав не такой, что там альбумин, или как там его есть, что-то еще, у меня у подруги отец работал, ну, у него вообще, в принципе, все в семье врачи, брат врачи, мама врачи, жена ее дяди врач, там, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот был врач, там, чертопотомственные совсем врачи, она говорила, что в ее детстве, она мне на 10 лет старше, как бы был немножко другой гематоген по составу, вот тут гематоген с витамином С, бывает еще там гематоген с какой-то фигней, с ароматизатором, черное для чего, я покупаю обычно в аптеке детский, потому что, ну, написано, гематоген детский, потому что он в составу самый нормальный, там нет яишки невменяемой, или еще что-то, бывает гематоген детский с какой-то хренатенью, а вот именно гематоген детский просто, я не знаю, что аптекарша думает, потому что я иногда беру какие-то таблетки себе, и 1-2 гематогена, это гематоген форте с витамином С, с коровой такой, он 24 марта 2023 года создан, 40 грамм, бывает 40 грамм, бывает 50 грамм, плиточки, кстати, что у нас тут в составе, сахар, молоко цельное, сгущенное, с сахаром, в скобочках, нормализованное молоко, сахар, если вдруг кто-то не в курсе, или как моя близкая родственница считает, что нормализованное молоко, это на самом деле, реально просто цельное молоко, нормализованное молоко, это обезжиренное молоко, И цельное молоко, вместе соединённое до определённого градуса жирности, процента жирности. Так вот, нормализованное молоко и сахар. Потом, по так как крахмальное, альбумин этот, альбумин чёрный пищевой, в скобочках, гемоглобин. Так мелко написано, да ещё на зелёном фоне, пусть я ещё, ну как-то у меня в последние дни с сосном проблемы сероизные. Аскорбиновая кислота, витамин С и ароматизатор ванильный. Всё, более-менее нормальный, адекватный состав для современного гематогена. И второй гематоген. Гематоген детский с трёх лет, источник железа, феррум. Турбо-гематоген, биологически активная добавка к пище. Что у нас в составе? Сахар, сгущённое с сахаром, цельное молоко, нормализованное молоко, сахар. По так как крахмальный, альбумин чёрный, пищевой, ароматизатор ванилин. Всё. Этот у нас со 2 августа 2023 года и до 2 февраля 2025 года. 18 месяцев срок годности. Мне кажется, что он поменьше по граммам, только я не вижу, где эти граммы. А, тут 25 там, а тут 40. Может, сейчас как раз пойду чая попьём. Мне завтра в Сосново идти за молоком. Сначала договаривались на буровой, но человек поедет подстригаться. И как бы мне надо в Сосновой ещё к бабушке, но так как мне ещё в Сосновой к бабушке кое-что нести, а молоко, скорее всего, там будет рюкзак, да ещё пакетик. Ну, в общем, мне хоть и советовал близкий родственник сразу за один день сюда сходить. Я думаю, я не высплюсь, скорее всего. Ну, может быть, высплюсь. Но суть такая, что туда тащить тяжесть, поправно тащить тяжесть. И я потом приду, уже буду совсем никакая, ни в монтаж, ничего. Я вот сегодня первую часть основной уборки сделала. Мне осталось только пылесос, веник и пол помыть. Я это, собирая завтра, как раз ёлочку достану. Думаю, блин, я лучше завтра, скажу, просто за молоком приду, там часик-полтора полежу, может, даже подремлю, посплю и займусь делами. Вот мы сегодня в сад ходили, ещё металлолом сдавались тётей. Ну, я в роли, ну, тащу вещи тяжёлые, была. Носильщика, да? Человек, который что-то несёт. Потому что я тяжёлая нельзя поднимать, а я, в принципе, могу. И, короче говоря, потом ещё до Озон дошла, забрала заказ с Озон. Своя переспублика на автобусе обратно приехала, как получилось, вместе с ней. Я пришла домой, что-то пару часов сижу на кухне, понимаю, что я уже два часа сижу, у меня что-то ноги так гудят, прям бетонные, будто я на велике 25 километров, причём на обычном проехала, на спортивном не чувствуется вот это вот, ну, не всегда, по большей части не чувствуется. И, короче говоря, потом думаю, блин, понимаешь, что носом кривила, потом легла на где-то полтора часа. Отрубилась, и после вполне нормально, около пяти так встала, я занялась уборкой. Сначала через силу, потом думаю, я уже третий день это всё пытаюсь сделать, надо уже делать-делать. И вот, в итоге думаю, лучше завтра приду так же посплю, потом доубираюсь. И, может, ещё что-то запишу, вот сейчас решила записать. Специально ногти накрасила, волосы завела, маску на лицо сделала. И сейчас запишу ещё пустые баночки. Вот оно, 25 грамм, и вот столько тут ещё пустого. Дурят нашего человека, как хотят. Хотя тут тоже кусочек ещё есть пустого. Так вот, после этого пойду, чаючку мою, гематогеном попью. Ну, вот этот пакетик. Вот такой у меня АСМР-обзор. Если и вам понравится, ну, просто скажите, в комментах я старалась всё-таки держать уровень громкости своего голоса, то бишь тихий голос. Мне пара человек похейтили меня предыдущий обзор АСМР, но, знаете, это вас, в принципе, довольно много. И мне сказали, что это не АСМР, это болтология. Ну, кстати, всплывает в голове ещё одна мысль, но, думаю, это будет, наверное, дольше. Короче говоря, я даже не знаю, стоит ли этой теме поднимать, давать внимание. Короче, я просто раньше меня бы, может, это как-то обижало. Да, действительно, что-то такое, ну, когда читаешь какой-то хейт, а ты стараешься до человеков, потому что, в принципе, вы сами знаете, что я АСМР, от АСМР никаких мурашек не ловлю. Ну, мне АСМР, ну, ни холодно, ни жарко, я его просто вообще не воспринимаю, но я как бы, если мне в какой-то момент понравилось его просто писать, что если чувствуешь, что это музыка. Так вот, кто-то любит, ловит мурашки от тихого голоса, кто-то от шёпота, кто-то просто от любого голоса, кто-то от каких-то звуков. И если, ребята, если вам вот это вот, именно такой формат не нравится, а хочется что-то другое, во-первых, можете подписаться на Бусти, потому что Бусти может, ну, если вы, допустим, находитесь в пределах стран СНГ, то вы вполне это можете себе позволить. И вы меня мотивируете. Потому что, знаете, иногда читать, что вот сначала задают вопрос, типа просьбу вот такого-то типа АСМР запиши, а потом под каждым видео меня унижают и пишут всякий сранний хейт, то уже очень не хочется исполнять просьбу такого человека. А если это как-то подкрепляется материально, все же хотят кушать, да, то даже если вы пишете хейт, но при этом задонатили на какой-то конкретный АСМР, то я его запишу у любого чьи даже раньше. То бишь как бы мотивация финансовая меня мотивирует писать что-то раньше. Плюс у меня на предыдущем стриме, мне говорили в чате, значит, человек, что... А, да, кстати, этот человек, там два человека как раз. Один писал, что это не АСМР, и другой писал, что это не АСМР. Третий человек, который ждет какой-то АСМР, на мое счастье, не писал мне гадости внезапно. Что типа когда же уже пакетики, я хотела их до Нового года сделать, но не уверена, что у меня получится эти пакетики сделать до Нового года. Может, еще есть кое-какие видео, которые надо все-таки сделать на этой неделе. Если получится, все-таки сделаю. И я еще хотела сделать АСМР-стримы. Ну, вроде как договорились, что чата ставить. АСМР-стримы я с планшета, я просто пока не знаю, когда у меня получится. Но суть в том, что если вы хотите поддержать канал, будет это будет облако. И если вы ждете какой-то АСМР и думаете, какого хрена эта Лёля пишет что-то иное, а не то, что я там 100-500 раз просила, можете 100 рублей мне даже кинуть. И я вам запишу то, что вы хотели. Я не думаю, что это особо большие деньги по теперешним временам, но это как-то все равно меня подтолкнет. Ну, я надеюсь, вы словили мурашку, там расслабились или еще что-то. Ну, и как бы пока!